Когда я его увидел, я вспомнил фильмы про войну и про Сталинград. Ни одного целого здания практически. Впечатление неисприятное. В 6 утра начиналось с того, что по всему городу были совершены взрывы. Это находили фугасы, либо мины наши саперы. Никакая книга не расскажет о событиях так, как участник этих событий. На счету Андрея Малинина, руководителя Нижнетагильского отделения боевого братства, несколько командировок в горячей точке. Есть о чем рассказать студентам, будущим железнодорожникам. Именно для них сегодня этот урок мужества. Дважды мы не выезжали никогда. Если машина один раз вышла за территорию подразделения и вернулась, второй раз она уже не выезжала, потому что ее могли отследить. Один раз мы нарушили это правило, в итоге боевики отследили наш Урал. И уже на подъезде к старопромысловскому райотделу милиции из засады, с гранатометов, с двух гранатометов его обстреляли. Тогда погиб Сережка Гейк, дежурный, с таки устроевского райотдела. Кроме рассказов о чеченской компании, Андрей Малинин старался донести до молодых людей еще один посыл – о важности памяти. Участник поискового движения в составе отряда «Ратник» выезжает в экспедиции вахты памяти. После таких поездок, говорит, многое видится по-другому. Когда я первый раз туда съездил, я понял, что то, что я видел на войне, будучи сам, не идет ни в какое сравнение с тем, что я увидел уже через 80 лет там, на местах боев той войны. Тот ад, который прошли наши предки, не сопоставил ни с Афганистаном, ни с Чечнёй. Те, кто живет в районе Ржева, где, говорит Александр Малинин, земля пропитана кровью наших солдат, иначе относятся к памяти о войне. Там курить возле братской могилы считается кощунством. Деревня Полунино, под Ржевом, 2 километра от Ржева, там всего 5 домов и 20 жителей в этой деревне. Но там каждый год новые стеллы. А вот Василий Ткачук, председатель Совета Братства Краповых Береток Свердловской области, такой урок проводит впервые, хотя за его плечами 15 лет службы в отряде специального назначения. Призвали на срочную, а потом понял, служба станет делом всей жизни. В отставку я ушел в звание старший прапорщик, в должности старший инструктор. То есть я обучаю людей высотной, десантной, тактической, огневой, строевой, физической. То есть вообще все, что касается боевой подготовки, возлагается в принципе на старших инструкторов, которые, конечно, с командирами взводов и с командирами отделений в обязательном порядке должны обучать личный состав. В том, что такие встречи с откровенным, иногда даже жестким разговором нужны, ветеран спецназа не сомневается. Наша вся история основана на том, что это один большой урок мужества. Наша страна может гордиться великими героями, начиная еще с давних-давних времен, когда только образовывалась еще наша империя, российская тогда еще. Поэтому уроки мужества, я считаю, обязательны. Они очень нужны для того, чтобы молодежь смотрела на правильные поступки своих сограждан.